Христос в воскресе! Воистину воскресе Христос! Так приветствуют сегодня все христиане друг друга. На Светлой Седмице мы уже расскажем с вами о том, как мы будем с вами встречать Радоницу. Напомню, что слово «радость» лежит в основе этого дня. Радоваться о чем? О победе жизни над смертью, о победе Христа над дьяволом, о том, что нет ни единого в огробии. И радуясь об этом торжестве Светлого Христового Воскресения, мы несем эту радость своим усопшим. Но ведь разве это нужно делать только на кладбище? На могилу усопших приходили именно для того, чтобы принести эту пасхальную радость. Освятить в церкви пасхальное яйцо или свечу, которая горела во время божественной литургии, и продолжить это горение на могилке своих усопших. Но разве мы не можем в этом году, учитывая то, что закрыто кладбище, ограничиться лишь тем, что мы помолимся о живых наших усопших? Ведь у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И собираясь в храмах, а я еще раз напомню, в нашем храме будут совершаться панихиды после божественной литургии 28 числа, на которые я хочу вас пригласить, дорогие братья и сестры. И именно давайте в этом году усугубим наши молитвы о наших усопших. Мы в непростых условиях молимся и в храмах, вы знаете, большинство богослужений идет за закрытыми дверями. А люди собираются вокруг храмов, на прицерковных территориях, как мы молились с вами на Пасху. Но поверьте, мы не чувствовали этой отдаленности, мы чувствовали, что вы рядом с нами. А мы панихиду после литургии будем служить прямо на паперте у нас, как на Пасху мы служили пасхальную утреннюю. Пасхальным чином послужим на паперте и заупокойную панихиду, о всех наших родных и близких и тех, о которых вы напишите свои записочки, чтобы их помянуть. Вот это самое главное, а не то, что мы выпьем или съедим на кладбище. Мы посещаем кладбище во время Радонницы, и я скажу о своих впечатлениях. Я видел при вхождении еще на территорию молодую девочку-подросток, которая на себя пьяную маму волокла буквально на плечах. Это что? Я посещая могилы и совершая заупокойные службы на могилах православных христиан, на которых стоит крестик, вижу, что рядом сидит целый кружочек компаний, которые сидят, пьют водку, заедают там колбасой, редиской, поминают. Это что? Это нужно усопшим, что мы там едим, другого места у нас нет. Поминать это значит раздавать, а пить на могилах это оскорблять память своих усопших. Насколько это разнится с христианской традицией? Именно поэтому давайте в этом году в храмах божьих все вместе помолимся о тех, которых мы помним. И принесем эту пасхальную весть нашим усопшим, но не над могилами, мы это можем сделать уже и после 30-го числа. Можем прийти и позже, это не возбраняется. И поэтому самое главное, чтобы мы помолились о своих родных и близких на Радоницу. И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. В этом году я попрошу вас также не приносить поминания в храм, потому что то, что вы приносите, это и есть цель, чтобы не раздавать, не передавать, не трогать руками, не раздавать другим. Если вы хотите, возьмите и спеките пирожки, помяните в кругу своих родных, и сегодня все вас поймут. Поминать это молиться. По имени помяните такого-то раба Божия. Итак, дорогие мои, 28-го числа апреля месяца, Радоница, мы ждем вас в храмах. Я своим прихожанам благословляю не создавать каких-то дополнительных проблем с прохождением, с пролазанием на кладбище. Давайте в этом году соберемся вместе, прославим Христа воскресшего, победившего смерть, и помолимся о наших усопших, принеся им тем самым из храмов Божьих эту пасхальную весть о том, что Христос победил смерть и всем нашим усопшим подарил жизнь. Храни во всех Христос и Пресвятая Богородица. Продолжение следует...